Но мы продолжаем, и действительно, Людмила, есть чему позавидовать молодым, красивым, прогрессивным студентам. И вот по-хорошему позавидовать, потому что так много возможностей для них открывается, так много проектов для них организуется, и вот как раз об одном из них мы и расскажем. Да, в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения со 2 по 5 декабря состоится юбилейный 15-й Всероссийский форум по связям с общественностью в сфере кино и телевидения, пиар-кит он называется. Пиар-кит, крупнейший студенческий форум по связям с общественностью, рекламе, маркетингу, журналистике, продюсированию. И более подробно будем сейчас обо всем говорить с нашей гостьей. У нас студия Анастасия Мурашова, директор форума пиар-кит. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Рады видеть в нашей студии. Ну вот мы знаем, что форум будет проходить в интерактивном формате. Расскажите, в чем заключается интерактивность? В рамках нашего форума четырехдневного у участников есть возможность погрузиться в мир пиара и рекламы. Дело в том, что происходит некий прямой диалог с спикерами, которые к нам приезжают. Это действующие лидеры медиаиндустрии. И у ребят есть возможность задать вопросы, узнать насчет стажировки или, возможно, договориться о каком-то сотрудничестве. Также у нас есть возможность проходить на экскурсии в коммуникационное агентство Санкт-Петербурга. Здесь уже речь о том, что люди видят работу мечты изнутри. И еще у нас будет проходить пиар-тренинг, на котором ребята будут знакомиться друг с другом. И помимо этого еще получать некую теоретическую базу знаний, помимо прочего. Ну вот смотрите, форум уже давно вышел на общий российский уровень. И вот что касается цифр некоторых, я назову. За 14 лет в форуме приняли участие более 15 тысяч школьников и студентов из 70 городов России. Вот кто участвует в этом году? Вот можете прямо рассказать, кто эти люди, откуда? Ну студенты, наверное, сколько им лет? К нам приедут в этом году студенты и школьники, молодые специалисты, которые только начинают свой путь. Это вся страна от Калининграда до Дальнего Востока. И мы всех будем встречать на нашем форуме. Ну то есть это могут быть только студенты и школьники. То есть мы, Людмилы, уже, например, принять участие не сможем в силу возраста. Вас уже в магистратуру надо отправлять. Кстати, магистранты тоже. Анастасия, ну вот мы знаем, что каждый год выбирается какая-то определенная тема. Расскажите, какая тема будет в этом году. Или темы. Да. Тема этого года — пиар как искусство, прошлое и будущее. В целом на форуме обсуждаются различные темы касаемо пиара, рекламы, журналистики, телевидения, маркетинга. И также, несмотря на всю эту важную базу, в связи с быстро развивающимися технологиями, мы не смогли упустить момент о нейросети, об искусственном интеллекте. И эта тема также будет поднята в рамках нашего форума. И конкретно по поводу этого момента у нас еще будет проходить панельная дискуссия впервые за историю форума. Мы соберем экспертов и будем обсуждать 145-летие рекламы искусственного интеллекта и как это взаимосвязано. А вот что это за формат? Мы поговорили про интерактивность формата, а еще вот такой формат как «students to students». Это насколько в новинку для участников форума и вообще что это? Это мы, студенты нашего вуза, организовываем все мероприятия от и до для наших приглашенных гостей. На самом деле это плюс в связи с тем, что мы принимаем нас же, то есть у нас одинаковые интересы с нашими гостями. И соответственно мы лучше понимаем, какую программу, кого пригласить, куда привести. Из наших знаний мы хорошо ориентируемся по программе и сможем... Больше понимать, что нужно гостям форума. А будет ли это такое больше теоретическое общение или какие-то практические задания тоже будут выполняться? Все ли участники, например, смогут выступить с докладами, со сцены или нет? Вот как вот этот процесс будет организован? Попробовать свои силы. У нас есть все. И просто прийти, послушать, получить удовольствие. И выступить в научно-практической конференции с докладом. И защитить кейсы перед представителями компаний, которые предоставляли свои задачи, которые важны были. Этот кейс-чемпионат «Спасибо за внимание». Да, спасибо за внимание. А какие там задания, кстати, ждут участников? От компаний, наших партнеров, предоставлены задачи коммуникационные, которые... Конкретные. Да, да, да. Есть какая-то проблема или наоборот, какая-то вероятность, что состоится мероприятие, как можно его реализовать. И эта идея направляется нашим участникам, и те предлагают свои варианты. И важно отметить, что свои варианты они предоставляют и защищают перед представителями компаний. И в дальнейшем, возможно, некоторые идеи будут реализовываться совместно со сотрудниками. Ой, ну прекрасно. Я прям желаю и студентам-организаторам, и тем гостям, которые со всей России приезжают в Санкт-Петербург на форум, желаю отличных, продуктивных, полезных дней с последующим трудоустройством. Даже может быть, Анастасия Мурашова, директор форума «Пиар-кит», спасибо вам большое. Приходите к нам еще, приходите со студентами, будем разбирать конкретные примеры с кейсами. Людмила, ну...